Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Я очень часто говорю про себя и характеризую себя как человека очень-очень ленивого. На самом деле, часто раньше, правда, раньше, а то уже в прошлом, лень доставляла мне неудобства, потому что для того, чтобы что-то сделать, мне требовалось прямо-таки огромное, мне требовались огромные усилия, чтобы убедить себя встать и, что называется, сделать. Я получила интересный вопрос. Яна, если вы считаете себя человеком ленивым, я до сих пор считаю себя человеком ленивым, как же вам удается побороть лень, какие вещи произошли, что, в общем-то, вы по-другому стали относиться к планированию своего дня и количеству тех дел, которые вы должны делать. Могу сказать, что, посмотрев со стороны на себя, я очень-очень много дел действительно успеваю сделать. И это происходит только потому, что я совершенно точно осознала, как я люблю говорить, приняла и поняла две причины. Первое, то, что касается ленив. Я заметила, как в случае с этими мячами, которые я очень долго ждала и просила, чтобы мой муж мне занес. Кто не знает, это история о том, что мне нужны для записи нового видео два мячика для гольфа, самые обычные мячики для гольфа, которые хранятся у нас в гараже. И я просила своего мужа спуститься и занести мне эти мячи для гольфа. Он забывал, и примерно неделю я его просила занести эти мячи. Я могла, конечно же, спуститься сама в гараж, поискать. Гараж пыльный, не очень чистый, мне нужно соответствующе одеться, выбрать время. Самое главное, самой не забыть и спуститься за этими мячами. Так вот, этот пример очень хорошо характеризует, что когда мы ленимся, тем более в более каких-то глобальных вещах, видео с мячиками для меня, в общем-то, и не важно, когда я запишу, через неделю, либо через две недели, моя жизнь особо не поменяется. Но если речь идет о более глобальных вещах, мы должны с вами, дорогие зрители, понимать, что когда мы ленимся и перекладываем дел не тех или иных дел на другого человека, кстати, очень модное сейчас понятие, так называемое делегирование, то есть я вот это не хочу делать, не могу, не буду, я делегирую это кому-то, кому-то, кто это может сделать, очень часто это члены семьи. Так вот, когда мы перекладываем то, что мы можем сделать сами здесь и сейчас, очень часто мы становимся зависимыми от других людей и очень часто мы становимся зависимыми от их памяти, забудут, не забудут сделать то, что мы им попросили, от их степени лености, насколько они будут лениться сделать это сегодня, либо сделают это завтра, от их организации, насколько они организованы и смогут втиснуть, скажем так, то, о чем мы их попросили, куда-то заехать, что-то отвезти, что-то сделать, что-то взять, насколько они будут организованы, чтобы, да, организоваться и сделать дело, которое мы им делегировали. И я поняла в определенный момент, что меня это не устраивает. В тех вещах, когда действительно я могу спокойно отнестись к тому, что человек забыл, человек не посчитал важным то, о чем я его попросила, я могу, скажем так, это делегировать и переложить это на другого человека. Но по большому счету я поняла, что, во-первых, если ты хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, хорошо, а у каждого свое понятие о том, как это должно быть хорошо. Для меня это одним образом, для другого человека это другим образом. И, возможно, другой человек даже сделает лучше, чем я себе представляю. Оно, возможно, и чаще всего так бывает, что то, как мы представляем, так хорошо, как мы себе представляем, можем сделать только мы. Просто-напросто, чтобы не зависеть от воли другого человека, от его навыков, забывчивости, организованности и то, о чем я уже сказала, я, в общем-то, и стала очень многие дела делать сама. И когда ты делаешь определенные вещи, я все время говорю о самодисциплине. Я, на самом деле, до определенного возраста, наверное, лет до 35-37, я не представляла, как это важно быть организованным человеком и дисциплинированным человеком. Потому что леность, потому что эмоциональная распущенность, потому что какие-то вещи, они тебя захватывают. Вот действительно, мы говорим привычка, вторая натура. Если мы к чему-то привыкли, например, мы привыкли лениться, то нам действительно очень трудно себя пересилить, если мы привыкли что-то делать, либо что-то не делать. Это становится частью нас самих, это становится нашей очень стабильной характеристикой. Я могу сказать, что самодисциплина мне очень и очень помогает. Когда ты втягиваешься в определенный процесс, все, кто занимаются спортом, могут подтвердить мои слова, определенный процесс тренировок, когда ты можешь сказать, боже, ну как ты можешь отжаться, не знаю, там, 15-20 раз, как ты можешь пресс сделать какие-нибудь 100 раз, как ты можешь бегать каждый день. Но когда ты втягиваешься в этот ритм, в этот режим, ты, да, понимаешь, что это тяжело делать, хотя многие думают, что тебе так легко все дается. Нет, это тяжело. Но тебе облегчает задачу тот простой факт, что ты втянулся в свой определенный режим, который ты сам для себя создал. Поэтому могу сказать, что первый момент – нежелание зависеть от других людей. Второй момент – что некая самодисциплина, она очень помогает в организации собственной жизни, в том, что мы имеем такую жизнь, которая нам нравится, потому что это вечно неудовлетворенность тем, что ты не хочешь делать, не можешь сделать, и в итоге, в итоге ты не сделала. Это очень раздражает. Эти два момента очень и очень повлияли на то, что я теперь могу сказать, что да, я человек ленивый, но я чаще всего человек, который не ленится. Ну и третий момент немаловажный для меня, а как для мамы троих детей, как для человека, очень многие не воспринимают блогерство работой. Ну что ж, так тому и быть. Я думаю, так будет еще на протяжении каких-нибудь хороших 5 лет. Но тем не менее, блогерство – это работа, которая прежде всего позволяет тебе покрыть уж как минимум твои базовые потребности и зачастую базовые потребности твоей семьи. Я могу сказать, что именно не лень. То, что я не ленюсь, позволяет мне экономить большое количество времени и большое количество денег. Что означает большое количество времени? Если я не ленюсь, встала и убралась, допустим, сделала то, что я сегодня должна сделать, я освободила себе свободное время. Я могу это свободное время распределить и посвятить тому, что посчитаю нужным здесь и сейчас. Очень часто я посвящаю свое свободное время своей работе, которая стала для меня именно работой. Хотя изначально, думаю, многие блогеры, в особенности начинающие, меня поймут, когда ты начинаешь записывать видео, и твой контент даже не монетизируется, не говоря о том, что ты не можешь себе даже представить, сколько ты будешь зарабатывать на своем контенте, то, в общем-то, ты действительно инвестируешь свое свободное время, которое мог бы провести совершенно иначе. Ты делаешь этот выбор. А то, что касается экономии денег, здесь тоже все достаточно прозрачно и просто. Я человек, который, например, убирается самостоятельно. Да, здесь и сейчас мне это гораздо удобнее. Очень часто, поверьте мне, дорогие зрительницы, я хочу, чтобы кто-нибудь, не знаю, окна помыл, унитазы почистил, белье погладил. Я, например, как и все, наверное, жители на этой планете, точнее, люди на этой планете, я люблю спать, конечно же, на поглаженном белье, но я его не глажу, потому что либо я должна это сделать сама, либо я должна пригласить человека, которому я за это заплачу. Так вот я поняла, что когда я делаю какие-то вещи самостоятельно, например, у меня нет водителя, я сама сажусь за руль своей машины. Многим покажется это смешным и нелепым, возможно, в ситуации того экономического кризиса, который сейчас появился, но тем не менее это очень достойный и характеризующий пример такой ситуации, когда ты что-то делаешь сам, ты не делегируешь это другому человеку, который за деньги тебе может это делать, то ты и экономишь свое время и деньги в том числе. Кстати, по поводу вот этой взаимосвязи времени и денег. Когда я начала стричь своих детей самостоятельно, я это сделала, потому что я никак не могла организоваться между сном младшего ребенка, сном не сном второго, точнее среднего ребенка, который то спит, то не спит, все зависело от его усталости или под нее усталости, и между графиками учебными третьего ребенка, который очень поздно возвращался, а парикмахер, к которому мы исторически ходим уже много лет, он работает до определенного возраста, до определенного, точнее, времени, и Егор не успевал возвращаться. В субботу тоже мы не хотели тратить все субботнее время на то, чтобы, в общем-то, посвятить это просто какой-то массовой стрижке. Могу сказать, когда я начала стричь своих детей, вы не представляете, как это было удобно. Я экономила большое количество времени, потому что я стригла ребенка за ребенком в течение, допустим, недели, когда мне было удобно. И, конечно же, я экономила большое количество денег, потому что стрижка детская в Италии стоит 20 евро. Соответственно, 60 евро подстричь своих детей – это то, что оставалось в моем кармане. Таких примеров очень много, с той же самой уборкой ко мне приходила сеньора, и когда я стала делать эту уборку самостоятельно, все денежки оставались в моем кармане. Но, помимо всего прочего, вот это время, о котором я очень часто говорю, рассказываю на своем канале о минимализме, оно тоже очень важно, потому что очень часто, когда мы пользуемся чужими услугами за собственные деньги, мы тратим на это гораздо больше своего собственного времени, на просто организацию, на просто то, что мы подстраиваемся в том числе под графики другого человека. Тот факт, что сейчас никто не приходит ко мне убираться, облегчает мою повседневную жизнь совершенно точно больше, чем тот факт, что я вынуждена определенные вещи делать самостоятельно. Поэтому по большому счету три причины, которые позволяют мне не лениться. Первое, я понимаю, что если я хочу быть независимым, максимально независимым человеком, женщиной независимой, я должна определенные вещи не лениться делать сама. А второе понимание, это, конечно же, понимание того, что моя не лень экономит мне время и деньги. Я даже не знаю, что в моем контексте мне более ценно и важно, потому что время на самом деле это то, что за деньги купить нельзя. Поэтому то, что мне экономит время, моя собственная способность сделать определенные дела, не лениться относиться к этому с легкостью, меня очень-очень радует. Ну и третий простой факт, что... Ну и третий простой факт, очевидный для очень-очень многих, если ты хочешь, чтобы что-то было сделано именно так, как ты хочешь, чтобы это было сделано, тебе придется сделать это самому. Поэтому все эти причины помогают мне быть более организованной. Добавим сюда некую самодисциплину, которая мне помогает во всем, не только в том, что касается того, чтобы не лениться. Самодисциплина помогла мне похудеть, самодисциплина помогла мне поменять, конечно же, мое питание. Очень многие мне пишут, Яна, я не представляю, как отказаться от молочного. Вы знаете, я сама себе не представляла, как отказаться от молочного. В моих ранних видео видно, где я часто рассказываю, что я очень любила молоко, я употребляла его литрами в день, именно литрами в день, тем более моя семья, если брать меня и детей. Я не представляла себе, как отказаться от творога. Творог это был мой любимый молочный продукт, даже не итальянский сыр, а именно творог. Но тем не менее, чем больше областей, в которых я развиваю свою самодисциплину, тем более простой, организованной и лучше становится моя жизнь, чего я и вам желаю. Я желаю вам этого чудесного открытия, которое состоит в том, что очень часто те вещи, которые мы не хотим делать, которые нас пугают, которые нас страшат, в итоге могут сделать нашу жизнь гораздо лучше. Это была Эна Скворцова, увидимся очень скоро. Всем пока-пока!